Всем привет! Вот, собственно, продукты с сайта iHerb, о которых я хотела вам рассказать и поведать свое мнение. Ну, давайте начнем вот с этого. Что это такое мы тут имеем? Это масло макадамии от Organic Aura Cassia. Все такое натуральное. Как всегда, мне тут Боря что-то говорит. Что хочу сказать? Я его покупала, используя для волос. Честно говоря, для волос оно мне не подошло, но, как видите, я его использую. Я его наношу на лицо. Я покупала его исключительно для волос, но мои волосы, он грязнит просто жутко, просто жестко, я бы сказала бы. То есть это абсолютно точно он, оно, это масло. Поэтому я его перестала использовать для волос, я его использую для лица. Собственно, тут написано Skincare, сейчас я подумала. Для лица мне нравится, я читала, что оно может забивать поры, вызывать прыщи, у меня ничего не вызывает. Мне не нравится запах, конечно, вот этого макадамского ореха. Как-то вот, не знаю, в шампунях еще ничего, а вот, Борюся, а вот как-то вот, не знаю, просто само к себе масло, конечно, мне оно не нравится. Но терплю, терплю, терплю. Вот, значит, это вот масло. Так что для лица, в общем, советую попробовать. Аккуратно, Борюся. Дальше. Вот такая вот мятная маска. Я не помню, что я показывала, я ее вам или нет. Вот. Мне нравится. Она, на мой взгляд, очень похожа на мятную маску от Lush, которая мне нравилась, если вспомните прекрасно. Борюся на тут что-то подкинул. Вот. Нравится. Не очень часто ее использую, потому что сейчас что-то как-то вообще я мало чем пользуюсь. Вот. Но очень мне нравится. Естественно, такой вот мятный запах. В общем, вот это советую попробовать. Классная штучка. Дальше. Не надо Борюся делать. Значит, мой, как это называется, клинзер для лица. Как видите, я его достаточно много использовала. Что это такое? Это от Giovanni Detox System. Собственно, что? Клинзер для лица. Я так понимаю, что он содержит то, что называется уголь, да, активированный или что-то такое. Гипоаллергенный написано, да. Первая ступень. Мне нравится эта штука. У него очень экономичный расход. Вот не смотрите, что его здесь как бы, да, вроде бы много, да, я расходовала. Хотя, когда у меня было это видео, сто лет назад, да, об покупках. В общем, у него очень экономный расход. Мне очень нравится, как он очищает лицо. Очень нежно, очень мягко. Даже я могла бы сказать, что мне не хватает какой-то такой легкой жесткости. Вот. Но, в общем-то, мне нравится. Буду ли я покупать его еще, я не знаю, честно говоря. То есть, как бы, я бы его не записала в какие-то свои must-have или куда-то еще. Но определенно мне нравится. Ну, просто, наверное, хочу попробовать что-то еще. Но, в целом, классная штука. Если у вас, наверное, для жирной кожи, я думаю, что он не подойдет, будет слабоват. А для комбинированной, сухой, мне кажется, вообще отлично. Вот. В общем, вот это советую. Классная штучка. Это у меня тут какое-то мыло в форме ракушки. Положим. Вещь, которая меня полностью разочаровала и которую, как вы видите, она почти у меня целиковая. Я ее даже не стала добивать. Просто вот сейчас выброшу. А это... Боря, ну ты что мне, тапочек? Вещь, которая... Вещь, которая... Подождите минуточку. Я тут на сборе собрался чистить зубы. Отлично. В общем, вещь, которая мне абсолютно не понравилась, это вот такой вот... Короче говоря, жидкость для снятия макияжа. Полный вообще провал. То есть провалище, я бы даже сказала. То есть он не то, чтобы ничего у меня не смывает. Он просто растирает мою косметику. Оставляет мне, знаете, такие черные круги под глазами. Короче, это просто-просто жесть. Вообще я сейчас выкину и даже ни секундочки не пожалею. Вот. Мне понравилось и вообще не советую эту фигню брать. Вещь, которая мне тоже не понравилась. Вот такое вот, значит, такое вот средство, да. Living Conditioner от Main & Tail. Я так понимаю, это вот эта фирма. Мне абсолютно не понравилось. Мои волосы она делает... Ну, сейчас я еще немножко приноровилась к ней, но все равно это какой-то, в общем, просто провал. Я ее тоже выкину, потому что купила себе снова от Чи Кератин Мист. А это я не буду этим пользоваться. Выкину. В общем, сначала мои волосы были жесткие, не расчесывались. Сейчас немножечко стала ситуация получше. Может быть, волосы к ней привыкли. Но это абсолютно не мое средство. К тому же, разбрызгивается оно ужасно. Ну, в плане того, что, может быть, наоборот, хорошо. У меня все в этом средстве вокруг. Ну, и в том числе, конечно, и мои волосы. Извините. В общем, мне не нравятся эти вот две бегущие лошади. Кстати, кто в Канаде, кому интересно это попробовать, может и в Америке тоже. Я вот это средство видела... Где я видела? В Волмарте. Вот. Это мне не понравилось. Провал не берите. Вот. И вещь, которая мне очень понравилась, как ни странно, те, кто меня давно смотрит, возможно, замечали, что я часто говорю, что тоник, он и в Африке тоник, и это для лица тоник. И вообще, что там, к чему вообще можно иметь какие-то претензии. Но этот тоник, это просто революция в моем мозге, в моем мозгу среди тоников. У меня вот такой вот с этим, с огурцом. Потому что это класс. То есть он не содержит алкоголя, спирта, да, по-нашему. Он очень мягко очищает кожу. Кожа от него не остается ни стянутой, ни сухой, ничего. То есть просто какое-то идеальное средство. И, честно говоря, я думаю, только ради него сделать еще заказ на iHerb или просто заказать сразу несколько баночек. В принципе, я не любитель заказывать с этого сайта, потому что сюда приходят... То есть, допустим, я могу заказать посылку, да, вот примерно вот это все. Мне вышло, по-моему, 42 доллара. Так я здесь еще доплачивала за них, по-моему, 20. Ну, то есть как бы эти переплаты, они мне здесь... Ну, знаете, как таможенный сбор или что-то такое, да, то здесь тебе надо еще доплатить. Меня это не устраивает, поэтому мне не нравится заказывать с этой iHerb именно по этой причине. Вот, но настолько мне понравился этот тоник, если я найду, где можно купить, лишь бы не на iHerb, я, может быть, закажу где-то в другом месте. Но тоник классный, правда, советую попробовать. Там куча разных запахов, вкусов и как хотите. Но вот тоник, да, мне вот прям очень понравился. Я бы его, конечно, советовала бы вам попробовать. Вот такое было видео, быстренькое, коротенькое, из моей ванной. Вот. И, собственно, да, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео оказалось вам все-таки полезным. И пока!